Сегодня, 3 октября, стартует очередной сезон национальной хоккейной лиги. Поздравляем всех болельщиков с началом сезона! Пишите в комментариях, за кого будете переживать! Экспансия НХЛ в Европу продолжается, и в этом году три матча будут сыграны вне пределов Северной Америки. Эдмонтон и Нью-Джерси сыграют в шведском Гетеборге, а Флорида и Виннипек дважды выйдут на лёд Хартвелл-арены в столице Финляндии и Хельсинки. Матч Зимней Классики пройдёт 1 января, отношения будут выяснять Чикаго и Бостон. А одна из игр самого горячего Дерби-НХЛ пройдёт в рамках стадионной серии, речь, конечно же, о матче Филадельфии против Питтсбурга. Помимо этого, в сезоне ожидается множество различных интриг, мы подобрали десятку самых любопытных на наш взгляд. Друзья, сезон НХЛ уже здесь, призываем поддержать свою любимую команду вместе с БК Париматч. Она даёт хорошие коэффициенты на матче Лиги, а главное, бонус в размере 1000 рублей на первый депозит. Переходи по ссылке в описании, получай бонус и выигрывай. Ну а теперь к делу. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Самая мощная перестройка происходит, пожалуй, в Нью-Йорк Айлендерс. Генеральный менеджер команды – опытнейший и хитрющий Лула Морелла. На роль главного тренера пришёл действующий обладатель Кубка Стэнли Барри Троттс. Ушла главная звезда Джон Таварес. Простор для творчества в команде огромен. Первый сезон перестройки будет очень неровным, но перспективы открываются неплохие. Как всегда, основным претендентом на титул остаётся Питтсбург Пингвинс. Впервые за долгое время игроки провели полноценный отпуск. Менеджмент совершил ряд вроде бы незаметных обменов, но именно они, как обычно, могут оказаться судьбоносными. Малкин и Кросби хотят пополнить свою коллекцию трофеев. Как думаете, получится? В прошлом году из первой десятки драфта только два человека провели в НХЛ полный сезон. Остальные либо не играли вообще, либо провели меньше десяти игр. Как будет в этом сезоне? От Долины и Свечникова игры и результата ждут, что называется, здесь и сейчас. А как будет с остальными? Смогут ли они сходу заявить о себе в НХЛ? Как всегда, основной статистической интригой предстоящего сезона является вопрос, кто же станет лучшим снайпером и бомбардиром? Продолжит ли свои подвиги Тейлор Холл? Улучшит ли и без того космические результаты Конор Макдэвид? Не начнёт ли ржаветь пушка Александра Овечкина? Делайте ваши ставки! В позапрошлом сезоне весь хоккейный мир удивляли парни из Нэшвилла. В прошлом году главными возмутителями спокойствия стали рыцари из Вегаса. Кто примет эстафетную палочку в этом сезоне? Нам кажется, что настал черёд Торонто. Кленовые листья уже несколько лет ведут грамотную работу по улучшению результатов, и в грядущем сезоне уже пора явить миру плоды своих трудов. В межсезонье пост генерального менеджера Тампы покинул Стив Айзерман. Человек, который по сути собрал состав нынешних молний, умудрился подписать главных звёзд за смешные деньги и создал отличную атмосферу в команде. Уход Айзермана был очень неожиданным и сразу породил множество вопросов. Как такая новость повлияет на команду? Не собьётся ли талантливый коллектив с уверенной поступи? Или, несмотря ни на что, Лайтник останутся одними из главных претендентов на Кубок Стэнли? В грядущем сезоне российских интриг будет не очень много. Как покажет себя Ван Хелл после очень долгого перерыва Илья Ковальчук? Станет ли, наконец, Андрей Василевский лучшим вратарём сезона? И в какой команде продолжат свои карьеры Артемий Панарин и Сергей Бобровский? Вопросов мало, но все очень интересные. Самый громкий переход межсезонья – это подписание Сан-Хосе Шаркс Эрика Карлсона. И теперь у Акул уж точно не останется отговорок, почему не удалось взять Кубок. Любопытно, как швед будет делить игровое время с другим, сверхатакующим защитником Брентом Бёрнсом. Но это не главный вопрос на самом-то деле. Ведь главным звездам Шаркс уже сильно за 30 и побеждать нужно уже в этом или ближайших сезонах. Состав у Акул сейчас, наверное, сильнейший и самый сбалансированный в лиге. Но, как мы знаем, тот, кто сильнее на бумаге, побеждает далеко не всегда. Перед началом прошлого сезона битва за Хард Трофи ожидалась не сильно упорной. Казалось, что есть Конор Макдэвид и все остальные, но все обернулось гораздо интереснее. И Тейлор Холл абсолютно заслуженно получил главный индивидуальный приз НХЛ. Как то будет в предстоящем сезоне? Кто ваши фавориты? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну и главная интрига остается неизменной. Вашингтон Кэпиталс в прошлом году снял с себя проклятие неудачников и одержал историческую победу. Последуют ли за столичными другие вечные лузеры Сент-Луис, Миннесота или Сан-Хосе? Или кубок перейдет в руки старых знакомых из Питтсбурга или Чикаго? Сезон НХЛ, разумеется, ожидается очень интересным. Так кто же выиграет кубок Стэнли? На этом все. Пишите в комментариях ваши мысли, прогнозы и ожидания от предстоящего сезона НХЛ. Если вам понравилось это видео, ставьте свой интригующий хоккейный лайк, подписывайтесь на наши основной и лайв-каналы. А с вами была команда Фокс Хоккей. До новых встреч. Пока.